Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого или не под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. И приветствую сегодня из Киева всех, приветствую с часовни храма, часовни святого Иосифа. И сегодня у нас очень интересное общение. Брат Андрей, вы уже знаете, с Минска, и вот пастор Эльдар Мерзоев, мой старый друг. Спасибо. Мы общались много, потом редко виделись. Сейчас вот снова мы вместе здесь, в Киеве, слава Богу. И очень важные, я считаю, и очень глубокие темы поднимаются в последнее время разными проповедниками. И вот из уст пастора Эльдара я слышал очень важные темы, очень важные откровения. Он сам даже делится, когда говорит, что меня прям аж распирает, как украинскому есть ашпре. Вот это, оно наполняет так Богом сердце, что ты порой не знаешь действительно, как с этим быть дальше. И я знаю одно, что Господь, Он совершает в это время свою такую божескую реформацию, божью реформацию. Реформацию, хотя многих слово это пугает, честно говоря, меня раньше оно тоже пугало, раньше. Напрягало, по крайней мере. Но в этом слове много хорошего на самом-то деле. Реформация. Есть деформация, а есть реформация. И вот деформация, это деградация, это уничтожение. А реформация, это восстановление, это исправление, это покаяние, это работа над ошибками. Это, по сути, возвращение к тому, что изначально было дано Богом. И вообще, это, по сути, восстановление. Вся наша жизнь, вообще, жизнь человечества всего, если брать, вот, почти вот 6 тысяч лет, последних этих, на этой земле, да, она такая кривая, очень непростая в нашей истории. И если, так, положа руку на сердце, как говорится, то кривая наша человеческая, она катилась вниз, все. Но, по милости Господней, вот, два тысячелетия назад, вот, начался вот этот процесс восхождения, возвращения, покаяния, исправления. Иисус Христос стал, действительно, вот, таким водоразделом истории. И, что бы удивительно произошло, пастор Эльдар Хосмосуманской семьи, и он имеет свой опыт Богопознания, свою очень интересную историю обращения. Я помню еще с того времени, вот, с тех свидетельств еще помню, это рассказ, вот, и обращение, покаяние, мне это очень сильно касалось, очень касается. Я очень люблю слушать рассказы разных людей об их, вот, пути с Богом, пути к Богу, пути в Боге уже, вот, с Богом. И, знаете, у каждого свой уникальный путь, и я вижу в этом богатство Божье, Божье откровение. И я понимаю, что, поэтому-то и откровение, он нам открывает свое сердце как-то по-разному, как-то по-особенному. К каждому сердцу у него есть какой-то особенный свой подход и свое слово. Он знал нас, каждого из нас, и Андрея, и Эльдара, и меня, он каждый из нас знал, когда мы были еще в утробе наших матерей. Да, еще наши мамы не знали, беременны они или не беременны, а Бог уже знал, Бог уже знал, даже эту встречу сегодняшнюю видел. И Бог знал нас прежде даже того, как Он образовал нас в утробе наших матерей. И, как вот, Иеремии, он сказал однажды, что, когда тут начинал пророчествовать, он очень еще комплексовал, рабил, он был молод еще относительно этого призвания. И Бог сказал ему, что прежде, нежели я образовал тебя в утробе матери твоей, я, говорит, познал тебя. И прежде, чем ты вышел из утроба твоей матери, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. То есть не ромей человек, Бог познал тебя, прежде еще даже образование в утробе матери твоей. Прежде всего, бытия твоего, он тебя знал. И, да, он запустил по милости своей механизм вселенной, он запустил вот эту тварную вселенную и механизм вот этого временного измерения. И поместил нас в него, да, в это время, для кого-то это проплятие, кажется, для кого-то благословение. Но с Богом все хорошо, добрым людям все на пользу. Знаете, и в этом времени Господь, когда призывает, вот как сегодня читал, слово на молитве, Он не ошибается, когда призывает, Он не ошибается. И сегодня очень хотел бы тоже послушать вот те откровения, в частности, вот и о рождении свыше, и вообще вот слово от Бога ожидаю. И очень почитаю, я пастора Эльдара, и очень уважаю как служителя Божьего. И верю, что Бог, говорящий в сердце, да, говорящий в разум, говорящий в естество наше, Он говорит не напрасно. Его слово, оно живо и действенно, оно острее всякого меча в бою до острова, оно разделяет, оно как лучше всякого хирургического инструмента, проникает в глубь естества нашего. И оно никогда отчетным не бывает, бесплодным, никогда. Оно всегда приносит плод в старицу, оно всегда совершает работу, и Он, если посылает Слово Своё, Он ждет этого. Слава Богу! Да, Господь! Слава Богу! Благодарю Вас, что Вы пригласили. Слава Богу! Да, Господи, что сегодня есть такая возможность не только поделиться всем чем-то переживаниями, но хотелось бы, чтобы наше с Вами сегодняшнее рассуждение побудило наших зрителей тоже к размышлениям. Конечно, я не имею в виду, что Вы не размышляете о чем-то, да, но мне кажется, если мы будем, наверное, больше открыты к Господу, то Господь будет говорить нам с разных сторон, по-разному, и это порождает глубину, это ведет нас к глубинам ночи, к откровению. Конечно, очень много мыслей, вот знаете, в этих, особенно последний месяц, очень много откровений от Господа, очень много таких глубоких суждений, которые Дух Божий берет. Безусловно, я хожу по таким минуткой чеклению. Да, извиняюсь, я очень выключу. И, например, сегодня я бы хотел, с Вашего позволения, озвучить некоторые мысли, которые вот буквально, что называется, здесь и сейчас, и хотелось бы вместе с Вами порассуждать на эту тему. Думаю, что это благословит наших друзей. Значит, рождение свыше. Ну, казалось бы, тема такая вот, как Вам сказать, наверное, известная большинству людей, особенно тех, которые знают Господа. А для людей, которые не знают Господа, это чуждая тема. Потому что вообще сам термин рождение свыше, он как-то не прижит к бытию обычных людей. Такого термина вообще там нет. В культуре даже. Нет, да, в культуре даже. И мне кажется, а ведь рождение свыше – это отправная точка вечности. Это как раз то, с чего все начинается. Это наиважнейшее, на мой взгляд, переживание человека, которое рождает в человеке вечность и открывает человеку вечность. Да. И вот над чем я размышлял. Вы помните Евангелие 1, 3 глава? Когда Никодим пришел к Иисусу ночью, мы помним и знаем, что Никодим был уважаемым человеком в обществе, был одним из богословов того времени. Да, учителей Израиля. Учителей Израиля. Он много слышал о Христе об его учении, поскольку боялся потери своего авторитета из общения со Христом. Да, а поскольку богословы того времени, они хотя и прислушивались ко Христу, они чуждались его. Да. Но он ночью пришел. Да, ночью пришел. Именно ночью. Он был настолько заинтригован тем, о чем говорил Христос, что он пришел ночью тайно и обращался к нему как учитель. Да. И вот они начали диалог. Вот в третьем стихе, Евангелие 3, 3, Иисус обращается к нему и говорит, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Не может увидеть. Да. То есть к Иисусу пришел не просто богослов, он пришел глубоко верующий человек. Да. Он-то верил в Господа. Конечно. Он верил в пророков. Знал закон. Знал закон. Он учил этому закону людей. То есть это был человек наверняка убежденный в том, что он знает Бога. Что в определенном смысле он спасен. А тут Христос его ошарашил этим высказыванием. Он говорит, послушай, Никодим, если кто не родится свыше, кстати, это термин Христа, не родится, рождение свыше, вот в этом словосочетании, да, оно и зашло в Иисус Христа. Ну да. Это его словосочетание. И он говорит, если кто не родится свыше, не может увидеть царство Божие. А израильтяне так или иначе все ожидали царства Мессии, царства Бога. И для него это был определенный шок. Потому дальше, помните, Никодим говорит, как это родиться свыше. Я говорит, пожилой человек в преклонных летах. Что вы имеете в виду? Мне что нужно опять войти в утробу матери? Потому что родиться. Да, да. Вот сам этот глагол, да, он вызывал определенную ассоциацию. Ну да. С муками определенную рождение. Да, с определенными муками. То есть родиться, рождается. Значит, у него сразу была срока, что родиться как можно? Можно только родиться из утробы. Ну да. И потому он и говорит, а что ты имеешь в виду, учитель? Что я должен опять войти в утробу матери? Он говорит, ты учитель Израиля. И ты об этом не знаешь? И дальше там у них диалог разворачивается. И вы знаете, вот на фоне этого диалога я пережил некие мысли от Господа. И хочу ее предложить. Человек рожден, создан Богом для существования, для пребывания. В трех мирах. В трех. В трех. В трех мирах. Это удивительно. Первый мир человека – это мир внутриутробных. Я попрошу вас помочь мне рассуждать в этом. Мне кажется, это очень интересная тема. Ну мир-то. Итак, человек, первый его мир, где он существует, это мир внутриутробный, в котором он не по своей воле зачат. Ну да. Появился не по своей воле. Это некий процесс Господом сформированный, запущенный, благодаря которому происходит развитие человека. Этот мир человека ограничен во времени. Девять месяцев. Да. То есть он тоже имеет временной отрезок. Да. И находится там девять месяцев. В этом мире человек ощущает что-то. Да. Слышит. Слышит. Подсказывайте, что еще он там делает? Развивается. Не помню. Не помню. Развивается. Ну да. То есть происходит его рост. Он ощущает маму, но еще ее не видел. Да. Он где-то понимает, наверное, что... Ну слышит. Потому что пуповина, связь, он слышит. Он понимает, что есть иной мир, но его он не видел еще. То есть второй мир физически есть, но он его еще не видел. Он на каком-то уровне интуиции и взаимосвязи с мамой, он понимает, что есть что-то иное. Ну, я так себе представляю, поскольку думаю, что это так. Ну да. Я не помню об этом. Никто об этом не помнит. Но, наверное, все же такой процесс существует. Потому что, видимо, внутри он как-то отзывается. Да, я вспомнил анекдот один на эту тему. Значит, двойняшка, короче, двутруды развиваются. И один другого спрашивает. Слушай, ну пришло время уже к родам, уже ближе уже. Вот. Один другого спрашивает. Слушай, а есть ли жизнь после родов? Да. Не знаю. Никто не возвращался туда еще. Да, никто не возвращался туда. Да-да-да-да-да. Вот поэтому, ну да, сегодня ученые исследуют очень хорошо плод, значит, исследуют внутриутробное развитие человека. Вот. Если, допустим, сто лет назад, то когда медицина была еще очень на таком, ну, по нашему сейчас примитивному еще уровне, то тогда сто лет назад, в конце 19-го, начало 20-го века, ученые, многие, большинство ученых мыслили так, медиков, что внутриутробное развитие человека – это лишь часть материнского организма, он является лишь частью материнского организма. И это даже с высоких кафедр медицинских говорилось в то время. Вот. И когда, допустим, вот в СССР, ну, это еще не было вообще Советского Союза, но уже советская власть была уже, впервые в истории человечества, когда был официально подписан документ, декрет Ленина об абортах. Вот. Никогда в истории человечества не было таких законов, которые бы заголодательно позволяли бы убивать вот не родившегося ребенка. То Ленин и Совноком, молодое тогда советское правительство, да, они, по сути, отталкивались от тогдашних современных исследований, значит, им медицинских. Вот. И они утверждали, что да, это есть лишь часть материнского организма. Материнского. Да. Это были... Которые может подвижать... О, не считай, как допустим. Амутация. Да, 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 да. В праве его распоряжаться женщина. Вот. И, в принципе, и Ленин, и Совноком, они, по сути, были оправданы тогдашними исследованиями медицинскими. Но это были довольно примитивные изучения. Значит, уже после Второй мировой войны уже однозначно, даже в учебниках медицинских международных было обозначено, что не родившийся человек, он есть человек. Он самостоятельно, у него даже кровь изучали, можно отличаться по группе крови своей, там, не смешиваться с кровью матери. У него свои... А тем более последние десятилетия исследований показали в современных учебниках, допустим, медицинских, американских, значит, неродившийся человек, он рассматривается как отдельный пациент. И ему уделяется именно непосредственно, то есть в учебнике уделяется большая часть довольно, значит, в том числе даже операции, простейшие некоторые операции делают человеку еще не родившемуся. И, наверное, применяют к нему метод лечения, наверное, отличающийся от мамы, безусловно. Вот, поэтому сегодняшняя уже медицина, сегодняшняя наука однозначно доказывает, что, значит, не на том, находясь уже в примитивном уровне и никогда, какая была наука, сегодня уже доказывает, что неродившийся человек есть человек. То есть то, о чем говорила Библия еще с самого начала, по сути, получается, Божье слово. Но вот тема-то очень важная. Я как бы вот даже задумывался. И вы представляете, человеку, так или иначе, понимает он это, не понимает, воспринимает он это или нет, надлежит существовать в трех мирах и надлежит родиться дважды. Я сейчас подведу к этому. Это обязательные процессы, независимые от желания человека. Потому что когда, сейчас мы говорим о первом мире человека, это его внутриутробный, внутриматочный мир, да? В котором он жил, развивался. Это человек, развивающийся, жил определенный срок времени, 9 месяцев. И что интересно, когда его срок подходит к концу, он обязательно, неизбежно должен выйти во второй мир. Если этого не происходит, мы называем это трагедией. Да, это трагедия. Следовательно, процесс рождения из первого нашего мира. Это факты. Да. Во второй мир обязателен. Иначе трагедия может коснуться и ребенка, и матери. И ребенка, и матери, да. Таким образом, первый мир – это мир человека, в котором он живет, в котором он развивается, и с которого он обязательно должен перейти во второй мир. Второй мир – это вот физический мир, в котором мы сейчас с вами пребываем. Живем, да, да. Этот мир по своему потенциалу и масштабу не сравненно больше первого мира. Да, конечно, да. Здесь матка побольше. Здесь матка побольше. Здесь возможностей больше у человека. Здесь человек начинает развиваться и расти. Да. И это второй мир, в котором он находится. Теперь послушайте. Очень удивительно, интересный нам взгляд мысли. Рано или поздно каждый человек, включая нас с вами и всех наших слушателей и зрителей, мы обязательно подойдем к черте, где неизбежно должны будем оставить мир. Этот мир. Этот мир. Второй. Да. Переход в третий мир. Что такое третий мир? Ну, я его определен для себя как вечность. Это мир вечности, который для каждого человека тоже неизбежен. И переход из со второго мира в третий тоже происходит рождение, только это рождение называется смерть. Вот такой процесс. Ну да. И вот эта вечность, этот мир вечности, мое определение такое, да, вот, р, делится на два полушария. Вот такое определение для себя нашел. Два полушария. Одну полушария мы называем миром Бога. Миром вечности. Вечность – это вечность, где царствует Господь. Это его страна. Библия называется Царством Божиим. Мы называем это Небесной Страной. Небесный Иерусалим. И это не просто, это не просто какой-то, знаете, как люди себе представляют, Царство Божие, вот что-то из себя, что-то неконкретное. Вы знаете, какое-то вот, что-то есть такое вот в воздухе и витает. Как облака какие-то. Как облака какие-то. Это реальность, абсолютная реальность вечности. Это города, это улицы, это природный мир, это растительный мир, это животный мир, это люди. Отношения. Отношения. Это абсолютное совершение. Еще более реальный мир. Конечно. Потому что, если человек был создан по образу и подобию Бога, то, скорее всего, планета Земля была сотворена. Вообще солнечная система, наверное, по образу и подобию Царства Божьей, как-то вот в этом что-то как-то срисовывалось, наверное. Потому что мы понимаем, что там деревья, здесь деревья, там животные, здесь животные. Конечно, там все совершенно, там нет процесса деградации. Да, старения, болезни. Там нет старения, болезни, там нет смерти, там нет негативных чувств, которые неизбежно человек испытывает на этой земле. Там нет депрессии, духа конкуренции. Нет конкуренции, нет ненависти, нет войн, нет убийств, нет платоядия. Эксплуатация. 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 Вот очень хотелось бы как раз сейчас о Царстве Божьем немножко больше бы раскрыть. Как вы представляете себе, какое оно? Оригинальное. Изначально. Изначально. Вот именно оригинал, подлинник, настоящий. Изначально. 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 Мы здесь в мире в копии. Да. А то оригинальное, то настоящее. Да. Где человеку совершенно хорошо. Совершенно хорошо. Причем в это Царство Божие люди приглашены Богом не в качестве беженцев. Да. Не в качестве погорельцев. Да. Потому что земля и все дела на ней изгорят. Ну да. Казалось бы, погорельцы. Погорельцы. Но Бог приглашает туда людей в качестве сунаследников. Да. Он говорит, что я не только открываю для вас свое государство, свою страну, но я вам еще даю право пользоваться привилегиями, которые присущи самому Богу. Ну да. Со-наследники. Дети, которые… Вот у меня отец, у него дом, я его сын. Кто я в этом доме? Наследник. Да. Как архимандрица Арбухаров говорил, что мы по сути становимся большинством, только не по естеству, не по природе, а по свободе. То есть, так как Христос делится с нами Божественной природой. Хорошая мысль. Соглашусь с этим. Другими словами, Господь, Он открывает небеса для человека, и это на данный момент невообразимая для нас потрясающая жизнь, которая никогда не заканчивается. Это одно полушарие вечности, которое мы называем царство нашего Бога. Второе полушарие вечности – это вечная тьма. Вечная тьма. И это, если только можно было бы вообразить или придумать самое противоречащее человеку место, им является противоестественное место. Болезненное. Это и есть тьма. Тьма не физическая, не обязательно что-то темного. Это ощущение одиночества абсолютного. То есть, может быть свет, но этот свет человек обличает. Это свет Божий, который ему наносит раны, потому что он изродован, он одинок по этому. И не только одинок, он находится, как я себе представляю, в некой атмосфере страданий вечно. – Причина одиночества. – Да. Вы понимаете, представьте себе, человек переживает жуткий животный страх, нескончаемо. Испытывает жуткую невыносимую боль, которая невозможна ее никакими… если на земле еще бы нашли решение, как остановить боль путем антибиотиков, каких-то препаратов, каких-то наркотических средств, в конце концов. Он как-то приостанавливается. Там не существует… – Обезболивающих. – Обезболивающих. – Не абсолютно. И самое главное, что человек оказывается в этой тьме, которая, как Христос сказал, помните, в Евангелии от Матфея в 25 главе, когда он притчу говорил о козлах и овцах. И он сказал, что как овцам он сказал «твои идите в радость господина», а козловам говорит «идите во внешнюю тьму, которая приготовлена от века для сатаны и ангелов». То есть тьма эта не для людей предназначена, а для сатаны и падших ангелов. Но мы знаем, что сатана настолько ненавидит Бога, и, конечно же, он не может с ним враждовать неравной силы. Он мстит Богу через людей, детей божьих. «Мол, ты мне приготовил вечную тьму, и я сделаю все, чтобы как можно больших заманить, затащить с собой в эту тьму». Причем он назван отцом лжи. Причем искусный, льстивый такой лжец, который не приходит к человеку не козлоногим с рогами каким-то устрашающим видом, он приходит как ангел света. Он так льстит человеку, чтобы за ним последовали. Как к Христу. Помните, он пришел ко Христу, когда он его искушал в пустыне. Он перед ним открыл весь мир и говорит «посмотри, видишь, весь мир, красоту, славу, величие этого мира, все кладут по моим ногам, только поклонись мне». Другими словами. И главное, Христос ему не воспрепятствовался, если он ему не сказал, что «ах ты лжец, ведь вся слава земная же Божья». Нет, мы знаем, что после грехопадения Адама, к сожалению, все полномочия перешли к сатане, и сатана теперь злоупотребляет этим против нас. Так вот, он настолько ненавидит Бога, и конечно же с Богом справиться не может, он мстит Богу через людей тем, что он их прельщает какими-то побрякушками этого мира, этой жизни, за собой оконечная цепь быть во тьме. Так вот, вторая тьма, о, простите, второе полушарие этой вечности, тьма. Я хотел бы немножко заострить наше внимание на этом. Очень хотелось бы произвести впечатление на наших зрителей, и на нас включая. Знаете почему? Чтобы мы призадумались. Я хочу, чтобы мы сегодня совершили молитву покаяния. Да. Аминь. Чтобы мы помолились сегодня молитвой рождения свыше. Да. Это переживание, которое сейчас во мне вот так бурлят. Господи, мы дарим тебя за эту возможность. Да. Аминь. Представьте себе, тьма – место, где человек просто обречен безнадежно, бесконечно. Испытывает жуткие боли. Возможно, боли совести или, не знаю, более упущенной возможности. Знаете, когда человек упускает в своей жизни что-то очень важное, и его это очень потом беспокоит. Постоянно совесть его обличает, его плохо сечет. А когда человек оказывается в тьме. И вечное это ощущение. Вечное. И смерть не спасает его от этих совести. Абсолютно. Нет смерти. Нельзя наложить на себя руки и прекратить это безобразие. Да. И главное, оказываешься там среди бесов и ангелов, взбошенных вот туда, то есть падших ангелов. Да. А они думают, что там не милосердны. Да. И понимаете, когда вот эту картину себе рисуют, думаешь, Боже, Господи. А ведь вечность, о которой мы говорим, это неизбежный процесс перехода любого человека. Да. Так вот, если мир Бога – вечность, мир тьмы – вечность, чтобы попасть в мир Бога, существует единственный процесс, как туда можно попасть. Это через рождение свыше. О чем я сегодня хотел поговорить. Этот процесс принес нам Христос и он возможен только через Иисуса. Нет ни одного человека, которому надлежало бы нам спасти. Нет. Нет другого имени под небом. Абсолютно нет. Не существует никакого учения. не существует никаких людей, никаких других процессов и механизмов, которые позволили бы человеку родиться свыше, кроме… Иисуса Христа. Рождение свыше через Иисуса Христа. Об этом тоже, надеюсь, мы поговорим, что значит родиться свыше и как это делать. Да. Так вот, если вечность, Бога вечность, Божья вечность, Царство Господа, оно доступно человеку через рождение свыше и это должен быть осознанный поступок человека, то рождение во тьму происходит по умолчанию. Нет. Да, да. Опытство этого умолчания, да. К сожалению. По умолчанию. Да. По умолчанию. То есть, вот это как раз по умолчанию меня и потрясло. По умолчанию. Давайте еще раз. Человек сначала живет в первом мире и он обязательно, я хочу подчеркнуть еще раз, обязательно должен родиться во второй мир, иначе это трагедия. Да. Он рождается во второй мир, он живет в этом мире и живет как? По-своему или по-божьему? Это вопрос. Да. Если по-своему или по-божьему, он все равно однажды, рано или поздно, причем эти сроки и времена у Господа, никто не знает, когда он родится во второй раз, произойдет перерождение из физического мира в мир вечности, никто не знает. Я думаю, если в первом мире ребенок предполагает, потому он уже начинает идти, вот к роду начинаются, да? Ну да. Как называется этот проход? Ну в общем, вы знаете. Толчки уже есть. Да, да, да. То со второго мира в третий переход человеку неведом. Иногда бывают такие чувства, многие чувствуют какие-то. Толчки тоже есть. Да, да, да. Наверное, да. Соглашусь. Заболел, оказался на больничной конте, а вечно все задумался неубежно. Да, да, да. Я соглашусь с вами. Соглашусь. Ну, надо также еще, наверное, принять во внимание, что есть масса случаев, где человек вообще не ожидает. Разве оказался там? Строфы, катаклизмы, беды, несчастья. Ну, тоже не чувствую. Даже когда крупные травмы у человека всегда были какие-то либо сны, либо какие-то сигналы были тоже. Да? Всегда Бог какой-то, просто человек любовь услышал, а чаще не слышит. Я о смерти не думал совсем, допустим, но вот в неполных тринадцать лет, когда умер от пневмонии двусторонняя, то я понял, что я умираю и понял, что это смерть. Мне не говорил никто об этом, что я умираю, хотя врачи уже знали уже, они матери уже и маме, и папе сообщили, что уже поздно, оба легких отеками, и уже ничего не можем делать. Вам было 13 лет? Не полных, 12 с половиной лет не было. И двусторонняя пневмония, так получилось, что врачи лечили одно, а потом врач уже определили, что пневмония, но поздно уже определили, что уже запущено было. И врач маме сказал даже моей, что если бы даже, ну если бы чуть раньше бы спохватились, хотя бы чуть раньше бы определили бы, то было бы, ну, было бы же много, то уже все будет. То есть я сгорала, температура страшная такая, значит, там оба легких отекала, отекали, но мне не говорили до последнего, вот в чем подлость такая бывает, вот. Хотя это кажется гуманно, но на самом деле это очень подло. Не сказать человеку умирающему, что он умирает. вот, но самое интересное, я понял, я понял, моих мозгов хватило понять, что я умираю. Вот, и я даже потом рассказывал когда у себя там, ну, своим детям, допустим, особенно когда вот каждому из них исполнялось вот, вот, в 13-е годах, к примеру, у меня было какое-то особенное такое волнение каждый раз, вот, особенное какое-то переживание, вот. Я вспоминал себя каждый раз, и вот у меня шестеро детей, и вот я всем рассказывал об этом снова и снова, конечно, дети-то знают, уже рассказ мой хорошо, но я как раз тому рассказывал, что, значит, что я не думал о смерти совершенно, но она пришла в мою жизнь, вот. И я знал, что это смерть, а я понял эту смерть, я ее не видел, но я ощущал ее, это, она мне показалась огромным как катком таким, который закатывает, как вот асфальт, только ледяной и огромный, таких размеров не бывает, и он безжалостен, он просто безэмоционально просто давит и все, и вот я просто попал под этот каток. Значит, и меня выдавливало с моих ног, когда он наезжает, он безжалостно так очень сильно наезжает. То есть начинает с ног наезжать и выдавливает, просто тебя, да, тебя выдавливают, просто тебя там уже нет, я уже снулся, я никогда не думал, что в меня, может быть, во мне не быть. Вот, и потом... Еще меня? Во мне не может быть, как бы, я не понимал этого, но мне было страшно просто, просто страшно. Я понимал, что, как бы, мозгу хватило понять, что сейчас он додавит меня до конца, и я понимал, что я все, я испарюсь, я перестану существовать, я исчезну. Вот я так, по-моему, понимал смерть, как бы, финал смерти, потому что я не знал никакой религиозной теории, ни мусульманской не знал никакой теории, мне никто не рассказал. Бабай, может, он что-то и пытался что-то рассказать, значит, дедушка мой, но он по-русски да ничего не знал, я про татарскую очень плохо говорил, значит, и еще тогда, еще ребенком. Он у нас, ну, обрезал всех мальчиков, татарских, еврейских, но, опять-таки, он, ну, как сказать, я понимаю, что и сам религиозной теории, такой, особенно, как бы, глубоко знал. Обрядов, да, обрядов, традиций больше, да, таких, ну, курман поели, мясо, допустим, поели, значит, но, как бы, у нас собирались эти дедушки, собирались, значит, да. Но, понимаете, я не знал никакой теории, ни мусульманской, ни еврейской теории, вот, ни христианской, тем более, никакой не знал я теории. Вообще, что есть Бог вообще, что Бог в природе вообще существует, я это не знал. Вот, что самое страшное было. Вот. И потом давило меня, ноги додавило, сюда уже, первое, когда я сообразил, что меня скоро не будет, что это смерть, я хотел орать, кричать, испугался очень сильно, стресс был такой страшный, но, знаю тебе, я настолько вот был испуган, что даже кричать испугался, вот, как, передать, не знаю даже, вот, как бы, оцепенело страх, оцепенело страха, вот. А потом, пока я оцепенело страха от ужаса этого, у меня такие мысли появились, ну, и что, как бы, кричи, не кричи, как бы, это, это бесполезно, это, смерть никто не остановит. Ни мама, ни папа сейчас, они там, значит, в коридоре, врачи, ну, они не могут остановить вот то, что сейчас на меня надвигается. Это жуткие переживают. Это страшно очень, я говорю, никому не пожелаю такого вот, что пережил тогда ребенком, подростком, значит, и самое страшное, это безнадежность, самое страшное безнадежность, что сейчас, вот, как вот ламочка, она перегорит, ее же не держит, ее выбрасывает. Вот тоже самое, я понимаю, сейчас меня перегорю, меня сейчас додавят до конца, ударила уже на грудь уже. Эта штука наезжала, не останавливаясь, она двигалась, неумолимо вперед, на меня наезжала, и я чувствовал этот холод этот, и огромность эту, просто огромный, как океан какой-то просто. И она давила меня, и вот, когда додавила сюда, я стал хрипеть. Это последнее, что я помню, стал хрипеть, звистеть очень сильно. Вот, боль, страшнейшая боль. И потом стала сюда вот наезжать уже, вот так уже вот. Но самое интересное, когда я умирал, я понимал, что я умираю. Но когда умер, я не понял, что я умер. Вот я не понял, что я умер. Даже не было, это я потом уже сообразил, что это была смерть. Потом уже, задним числом уже. А почему я не понял? Потому что я не испарился, я не перестал существовать, я не исчез, не растворился там, как вот я, ну, за секунду до смерти, я думал так, вот сейчас все, ну, представлял себе. Сейчас я просто перестану существовать. Мне еще было обидно еще. Обидно было, знаете, что, что все как-то несправедливо как-то. Природа несправедлива. Вот у меня мысль была такая, что природа несправедлива, что как-то все напрасно, что я жил, что я не жил. Впервые в жизни я задумался уже под конец уже жизни. Зачем я жил? Все как-то глупо как-то вообще. Вот. И мне было обидно, что завтра мои сверстники в школу пойдут, а меня не будет. Вот это было, вот это чувство обиды последнее, что я помню. Вот. Но когда я умер, я не понял, что я умер. Я не понимал. Почему? Потому что я не перестал существовать. Я был таким же, как всегда, да и даже еще лучше еще. И я, меня дети спрашивают, папа, ты видел себя со стороны вот допустим как-то? Я говорю, я не помню. Вот я, я смотрел наверх. Я был заморожен вот тем, что я вот видел. И я, мне было не до того, чтобы смотреть вниз куда-то, что-то рассматривать. Я был, вот знаете, вот такой, когда ты впечатлен чем-то, да, заворожен, ты даже по сторонам не смотришь. Да, 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 не замечательно. Я просто был впечатлен. И это был Бог. Я не знал, я, я не знал Бог вообще, что это такое, кто это такой. Но, я даже не понял даже, мне это кто-то сказал, и я сам вдруг догадался, как бы, почему Бог именно вот. Ну, это, я знал, что это Бог, и Он такой хороший. Это любящий взгляд. Это даже, понимаете, за что Он любит, почему Он любит. За что? Мне было обидно, опять обида возникла вначале, что, надо же, а мне не сказали, что Бог есть. Мне не сказали, что Бог есть, но я так быстро ушла. Потому что так хорошо стало вообще. И это мама, папа, вот все, что я знал. У меня была собака когда-то в детстве еще, раненая еще. Вот, которая на меня досмотрела всегда вот так, с такой любовью такой. И она вот, я знал, что дала, скажи ей жизнь отдать из меня. Она отдаст жизнь сразу, даже не спросит даже, за что, почему. Вот она была так сильно ко мне предана всегда. Вот, и я спал у нее часто, значит, и она все время со мной была, защищала меня. Вот, и я понимал, ну, его глаза, вот, они были еще больше. Вот, я, ну, вот, все, что я знал, я не мог ни с чем сравнить даже это вот. Вот, и я об этом рассказывал, я извиняюсь, начал опять свидетельствовать так много, чуть-чуть посвидетельствовать. Но вот будучи перед ними, я, я понимал, что это реальная жизнь, реальная. Все, что я знал, вот, первых тринадцать лет почти, вот, своей жизни, да, оно было реальное тоже, тоже хорошее. Вот, это все, это все реальное тоже, это все реальное, все хорошее, да, и благословенное, все хорошо. Но оно, на самом деле, не такое реальное, как то, там реальное, оригинальное. Нет, на фоне предыдущего просто нет. Сто процентов. Это как вот, как будто бы сон и сновидение, да, даже хорошее сновидение и реальную жизнь, да, вот, земная жизнь. Есть ведь разница? А здесь еще большая разница. Как будто это сон или не сон, ну, что-то такое вот было. Тебе снилось, да, ты вроде действовал там сне, как бы, значит, там, что-то переживание где-то имел. Но вот теперь ты наконец проснулся, как будто вот я вот спал, а теперь наконец проснулся. Я в реальном мире, я чувствовал себя, я соображал хорошо очень. Я понимал многие вещи, я, ну, как бы, одним словом описать то состояние эмоциональное, это понимание. И тебя понимают, а не надо напрягаться. Там это вроде как телепатия, не телепатия, не знаю, как это написать даже. Но вот то, что ты думаешь, это сразу как будто бы ты говоришь. Поначалу немного это чудно все, что все знают, о чем ты думаешь. Ты только начинаешь думать, это сразу как будто бы ты все рассказываешь. Синхронизация, все синхроны понимают это. Да, но хорошее слово синхронизация. Но кто все, я не знал, кто все. Я знал только Бог. И я был заворожен вот этим взглядом, любящим взглядом. Я был просто заворожен. Я не мог ни на что другое смотреть даже. А я не хотел даже отвлекаться никуда. Я просто смотрел и, ну, не знаю. Но мне казалось, в этот момент я видел свою жизнь. Это вот странное переживание между мной и Богом. Он как бы вот как пелена, не пелена, как назвать это. Вот как вот медуза, не медуза, стекло, не стекло, но что-то такое. Вот как телевизор, допустим, наподобие что-то. Такой плоский. Раньше не было плоских. Такие же были телевизоры. А то плоский, большой. И оно как медуза. Вот что-то такое. Живое, неживое. Но я вижу свою жизнь. В этом все, наподобие, я в этом все между мной и Богом, я вижу свою жизнь. Я вижу. Вот самое интересное, вот много эпизодов и ничто не накладывается. Ты все сразу видишь и нет ни разберихи никакой. Ты все сразу понимаешь. Понимаешь. И самое интересное, я не мог даже представить себе, что оказывается моя жизнь совсем другая. Не как я ее вижу. Вот потому что я всегда видел со мной колокольня. А там, когда его глазами видишь, совсем другая жизнь. И там вот жизнь совсем другая. Мне потом представилось как вот зазеркалье. Там даешь, допустим, как будто бы ты получаешь. И наоборот, получаешь, как будто бы теряешь. Вот кажется неестественно, но очень быстро привыкаешь к этому, потому что естественно, это нормально. А то, что ты раньше думал, что это естественно, это как раз не естественно было. А вот это как раз естественно. И там все наоборот. Очень многие вещи, они прямо противоположны. Настолько это удивительно. Это запомнилось. Я помнил многие эпизоды, которые я брал, но я как будто бы терял это все на самом деле. Вот. И то, что я кому-то что-то там по мелочам даже давал, это как будто я получал, как будто, наоборот. Вот. И то, что брал, мне было стыдно, а то, что давал, это было хорошо. Это было радостно, потому что было похоже на него. Хоть чуть-чуть было похоже на него. Мне тогда казалось, что я самый плохой мальчик, что жил на земле. Вот такое было состояние, хоть провались со стыда. Думаю, а там провалиться некуда. И я просто смотрел, значит, и такое было состояние, а что делать, как бы. Но я вот интуитивно просил прощения. Просто интуитивно. Потому что он такой добрый, он так смотрел, располагающий так по-доброму, что я просто, ну... Я не помню даже, что я говорила. Там совсем другое. Как будто бы прости, вот как бы, прости, Бог прости. Вот наподобие того что-то. И самое интересное, вот как, я видел это прощение, как оно выглядит. Вот это, как рука, не рука. Вот наподобие руки, вот что-то. Значит, и оно как бы вот стирает с доски, как бы вот в школе, допустим, с доски стирают. Только с доски стирают, там еще можно кое-что разглядеть из того, что было. А там она рука это так стирает, что вообще ничего, не то, что ничего остается, вообще, даже как будто бы и не было ничего. И вот такое у меня чувство было даже, когда она рука стала стирать все это. Самое интересное, вот как будто бы, вот сейчас Бога спроси, вот, а помнишь, вот было вот то или то? Вот такое чувство у меня было, прямо стопроцентное, что он скажет, о чем это ты? Да, да, да. Так интересно, я вообще, вот, я был настолько удивлен всем этим вообще, вот, что вот, это такая легкость непередаваемая. Тебе так хорошо, мне так хорошо стало, что, значит, что вот это все стерто, и что он такой добрый, и теперь между нами ничего этого нету, вот эта гадость стерла ей вообще. И вот, и, 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 ну, одно было, вот, и его стереть нельзя было никак, вот это я помню. Вот, оно было внутри меня каким-то переживанием каким-то, вот, это я помню, запомнил, на всю жизнь запомнил. Вот, и у меня была такая мысль, как бы не мысль, но что-то внутри меня было уже, вот, не внешне, что такое было, вот, как бы я мог жить, интересно, если бы, я знал бы раньше бы, что вот меня снимает вот это все, вот это вот, как бы, ну, мне как показалось, как кино, не кино, вот, вот, притом моими же глазами часто, глазами других людей, животных, вот, вот, вот все это снималось, и даже глазами собаки-то снималось, оказывается, даже. Представляете, она меня смотрела, оказывается, снималась даже моя жизнь даже, то есть, я, а там все это видишь, ты, как бы, ну, мир много, как бы, с разных сторон, но самое интересное, видеться как будто бы нормально, как будто бы обычное кино, вот в чем дело. Здесь такое невозможно, из-за ума сойдешь, представишь даже вот это вот, что многомерность такую. Но самое интересное, знаете, и только вот у меня такая мысль этого возникала внутри, вот как бы я мог жить вообще, если бы я знал раньше, если бы я знал раньше, вот что это все так будет, что я так опозорюсь, как вот здесь вот, и вдруг я четко получаю, я как бы ответ, не ответ, но внутри прям, что я помню, что я буду еще жить. А сколько я еще проживу перед тем, как я снова здесь вот окажусь? Мне казалось, я знал сколько, но когда вернулся, не помнил. Вот и как вернул, как возвращался, то же самое, дети меня спрашивают часто, пап, ну ты хотя бы, ну вспомни, напрягись, ну вспомни, может как ты летел как-то там, что-то, вот не помню. Вот ну хотя бы, да, хоть что-то, я бы более рад, что-то вспомнил, но не помню все. А порой думаю, знаете, ну и слава богу, наверное, что не помню. Некоторые вещи лучше не помнить, наверное, с этим нам было бы сложно жить вообще, честно говоря. Да, 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 мы часто возвращались, давно у вас так же или нет? Я заползал, как бы, заходил в себя самого, вот это я помню. Такое больное чувство, болезненное чувство, боль страшная, но как анестезия была такая, знаете, вот радость. Вот эта радость, это не передать, радость, там, наверное, ученый, который там открыл какой-то, не знаю, элемент или что-то еще, он не так радовался. Он как вот, я так радовался, и хотя бы боль была, больнее было даже заходить, чем выходить, честно говоря. Вот, потому что вот эта штука, вот как бы, ну, смерть, да, вот я это представлял, она, знаете, застыла на тебе, вот, знаете, как будто машина наехала и остановилась на тебе. А остановилась на тебе еще. Да, это боль не передать. Вот аи-не аи, ну, она вот, штука стоит, это, а ты вот заполз сюда, вот, как бы, в себя зашел, как бы, ну, а дальше не продвинешься. И, как бы, вот, ни дыхания, ничего, это боль страшная, но вот радость, вот такая анестезия была, радость, что мне это хорошо было. Что Бог, он такой добрый, я не видел уже Бога, но вот этот вот глаз, вот это впечатление, вот эта вот, ну, так, да, доброта, это так хорошо было. И потом, представляете, еще пережил стресс такой, такое чудо. Вот эта штука, вот эта смерть, которую я знал, что она неумолимо, никто не может ее остановить. Она, во-первых, остановилась, да, стояла на месте, а во-вторых, она стала медленно отодвигаться назад. Откатываться. Откатываться. У меня еще больше радости, вот тот Бог, с кем я вот сейчас пережил встречу, он силен не только, он даже смертью, такая невероятно большая и страшная смерть, а он повелел, она стала откатываться назад. И она откатывается. Самое интересное, я ощущал, я не видел это глазами, но ощущал очень четко. Вот где откатилась, я смог туда тоже снова заходить, дальше заходить, дальше заходить, дальше заходить, дальше заходить в себя, в живот заходить уже. Она дальше откатывается. Меня еще есть не было, но у меня такая радость все равно. Вот страха не было никакого абсолютно. И вот, и потом дальше, 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 и вот, как вот, какие-то колботки надеваешь, вот, пятки почувствовал, стопку почувствовал так до конца, а вот, как бы, одел. Так интересно, да, это мое, все. Как в тело, да? Да, в тело, дальше я понял, что дальше не идти, это мое тело. Я был внутри себя самого, так интересно. А, и еще, пастор Андрей, тоже, это было чудо, знаете, какое? Я знал, это просто было от Бога подарком таким. Я ж умирал от того, что дву легких, оба легких оттекли. А представляете, когда зашел в себя, я это сразу понял, что я здоров буду, потому что я не свистел, не хрипел. То есть, когда мы уходим, вот, как будто бы игрушка со свистками, свистюль, бери-бери. Так, как бы дёрнув такой, готов свистить. А у меня все свистело, у меня хрипело, свистело, все. Попытка вдоха-выдоха, свистело, хрипело. А здесь я не свистел, не хрипел, не болело. То есть, ну, то место, где я, куда, откуда смерть уже отъехала, не болело, я дышал, дышал ровно, не свистел. Вот самое интересное, мое воскресенье, воскрешение, да, вот это, врачи попытались матери и отцу объяснить примерно так, что, как бы, это, как скрытый резерв организма какой-то там, что-то еще произошло. Видимо, редко бывает, но такое бывает, видимо, смерть, а потом раз, и вот, как бы, оживление организма. Но очищение обоих легких, они никак не могли объяснить. То есть, вы получили мгновенное исцеление? Исцеление, мгновенное исцеление, мгновенное исцеление, не просто там постепенное, поэтапное, мгновенное именно, именно вот это слово хорошо. Мгновенное исцеление. Потому что потом светили, делали снимки, проверяли, температура в норме, но оба легких чистые. Да, рубцы остались, и сейчас меня снимают, есть рубцы такие, показывают, как будто бы, как будто бывший курильщик или что-то еще. Я говорю, я в жизни ни разу сигареты не курил никогда, даже не пробовал, даже никогда. Один раз во сне мне приснился сон, что я закурил во сне, не этого вот так, на всю жизнь было хватило, не переживание. Никогда не курили, товарищи. Даже не пробовал, я думаю, затяжка в жизни. Ребята в школе там пробовали курить, ничего не было, Семенов, попробуем. Я говорю, мне сон снился, я говорю, я видел это во сне, я курил во сне, это, 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 мне все как будто разрывалось просто внутри. И я проснулся в слезах даже, мне говорю, мне это на всю жизнь хватило. Вот, и Бог спас таким образом меня. Но самое интересное, значит, это, да, следы есть от повреждения, но легкие чистые. Я, я, я вот до сих пор, вот уже 50 лет почти, вот, значит, я живу, дышу нормально, вот, как бы, благодарю Бога за все, слава Богу. Вот, но то переживание, оно стало, как вот, эмбрессией. Поэтому то, о чем сейчас говорите, для меня это, скажу, очень близко, очень близко. И я понимаю, вот, пример вот с родами, это очень четкий пример, очень хороший пример. Вот, и как вот, по сравнению с внутриутробным нашим, да, бытием, вот это земное, планетарное наше бытие, оно огромное, вот, и несоизмеримо больше, а в еще большей степени, по сравнению вот с этим земным бытием, вот то вечное, больше, оно еще больше, несоизмеримо. Это даже еще в большей степени, чем матка матери и вот физический этот мир, окружающий нас. Абсолютно верно, абсолютно. Я вот хотел на этом заострить внимание, что человек, который живет в утробе, он все же живет в мире, он же там развивается, он получает определенную информацию, питание и все остальное. И ему, его устраивает этот мир, иначе он не выжил бы в нем. Ну да, да. Но после рождения физический мир, он оказывается в мире, который не сравним вообще с теми ресурсами. Так вот, рождение второе наше, будь оно по умолчанию, или будь оно через рождение свыше, тоже переносит нас в мир, который не сравним вообще никак, не сравним с миром со вторым. Второй мир, вот этот наш вид, меркнет на фоне глобальности, что ли, да, масштабности того мира. Даже мир тьмы, он не сравним с этим. Это злой этого мира не сравним со злом, который там... Вот, пастор, я как раз вот вчера читал как раз о Богаче и Лазаре, и ночью так получилось, встал, значит, как раз зашел на один из сайтов, как раз в комментарии. Я оставил комментарий, значит, и мне прислали там тоже по поводу Богача и Лазаря с церкви адвентистов, там один там пастор, значит, он написал мне. Ну, у них отношение как бы как аллегория. Я говорю, нет, это не аллегория, не просто эта картинка, вот как бы устрашающая служителей, а это, говорю, реальность, реальность, которая на самом деле существует. Я не видел ту страшную реальность, которую он пока увидел и оказался в которой, но я доверяю Слову Божьему, я понимаю, что как вот в лоне Авраама Лазарь наслаждался, да, но есть и другая сторона медали, о которой сейчас как раз вот говорили, что как бы в сравнении, в сравнении с полушариями очень интересное такое сравнение, кстати. Очень интересно для меня тоже оказалось. Потому что действительно есть вот эти миры. Миры. Я верю в спасение через Господа Иисуса Христа. Я верю, что действительно есть духовное рождение. Кстати, перед пришествием Христа эта тема уже, она была. Витала в воздухе. Витала в воздухе, да. И даже некоторые школы об этом спорили. В частности, вот Шамай-старший, учитель Шамай, школа Шамая, так называемая, да, и школа Гилерия, известная школа Гилерия в иудаизме. Вот школа Шамая, кстати, Шамай-старший, он сын нееврея, принявшего иудаизм. Геат, кто-то пошел геюр. Да, геюр, да. Именно, наверное, да. Да, вот, да. Но Шамая очень сильно уважали за познание именно в Торе и в законе. И вот интересно, но Шамай, он как раз говорил о необходимости духовного перерождения. О необходимости духовного... Мало того, что, допустим, как Гилерия, допустим, в школе, ты обрезан, ты кошелин, ты соблюдаешь закон, ты стараешься, по закону не порочен. Вот, Шамай тоже это указывал, но он говорил о необходимости духовного перерождения, рождения нового. Но, поэтому, когда вот Иисус говорил Никодиму, ты один из учтений Израиля, Ты об этом раз не слышал. Он должен был об этом слышать 100%. Тем более, что вообще Иешуа, Иисус, он большую часть жизни прожил в Галилее. А Галилея была охвачена школой Шамая. Больше всего, наибольше всего. То есть там вот эти вот темы не уже ходили. А вот мне представляется, что, возможно, он и слышал, и знал. Но он не мог. Ведь Шамай, говоря об этом, он же не предоставлял, хотел сказать, механизм, нет. Просто сам процесс этого рождения, каким образом он происходит. Вы знаете, говорилось о некоторых процессах, но до Иисуса, вот в чем дело, было больше вопросов, чем ответов. Но Иисус стал ответом на все эти вопросы. И больше того, не просто философски, не просто религиозно, а ответом стал он сам, лично. Практически. Моделью. Моделью, да. Он просто действительно, вот, я, копирую, вот я, да. И потом же он продемонстрировал это рождение сам первым. Да, да. О чем мы сейчас тоже вот так немножко затронем. Так вот, мы говорим о том, что третий мир, в котором человек неизбежно окажется, не может никто этого избежать. Верит он в это, не верит. Я не верю. Осознаю, не осознаю. Все равно он там окажется. Равно так же, как ребенок, находящийся в утробе. Верен он в рождение, не верен он в выход свой, да, после девятимесячного периода. Он обязательно должен был родиться, или он там умрет, да. Да, да. То есть это обязательно должно произойти. Так вот, рождение, переход в третий мир может быть или по умолчанию, если человек не воспринимает правильный процесс рождения, он все равно родится. Да. Ну, это будет автоматизм какой-то. Да, вот это энертность. Энертность, да. Вот как по энертности он раз и перешел. Если это произошло по энертности, он окажется во тьме. Угу. И там уже нет выхода. Если у вас, вы только что свидетельствовали. Да. Все, что вы видели, и Господь показал прощение ваших грехов, да. 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 Исключительно, я уверен, потому что он уже намеревался вас вернуть. Ну, да, и теперь уже... Потому что на небесах же нет прощения грехов. Да. Получается, да. Нет, Христос нам нигде. Мы смотрим... Хорошо, вы знаете, когда заходит речь о прощении грехов на небесах, и люди говорят о том, что ведь Бог же милостив, и наверняка Он помилует, да. Когда это заходит, об этом речь, я обычно говорю так. Я с этим соглашусь. Охотно. Да. Ну, лучше это иметь бы, правда? Да. А если не так, пролетим же, как фанера над Парижем. Да, да, точно. Понимаешь, я не могу рассчитывать, ну, как бы, понимать все, что может сделать Бог. Он Бог. Да, да.